Всем привет! Добро пожаловать на канал Норникеля! В эфире еженедельный дайджест новостей компании. Не забывайте подписываться на наш канал и включать уведомления, чтобы не пропустить самые важные события. Начинаем дайджест с нового выпуска проекта Норникель Stories интервью. Сегодня мы познакомим вас с Владимиром Гаргадзе, заведующим кафедрой блокчейн МФТИ. Всего за несколько минут Владимир доступно, понятно и с юмором объяснил, почему блокчейн не заканчивается на криптовалюте. Рассказал, как устроен мир инвестиций, разложил по полочкам нашумевшую технологию последнего десятилетия и пояснил, в чем плюс программы «Цифровой инвестор» для сотрудников Норникеля. С очень быстро появилась идея, что теперь у нас есть свободный обмен информацией, совершенно свободный, и можно ли сделать так, чтобы без посредника передать ценность. Подробнее о будущем технологии блокчейн, популярности IT-сферы и стопроцентном трудоустройстве выпускников своей кафедры Владимир рассказал в новом выпуске. Интервью уже ждет вас на нашем канале, ссылка в описании и по подсказке в правом верхнем углу экрана. Приятного просмотра! Возвращаемся к нашему проекту Норникель Stories и знакомим вас с новой очаровательной финалисткой премии «Талантливая женщина в добывающей отрасли». Сегодня мы расскажем вам историю Инны Маделиной, главного специалиста научно-технического управления заполярного филиала Норникеля. В жизни нашей героини всегда царит любовь и добро, ведь все свое свободное время она посвящает детям с ограниченными возможностями. Их любовь – это, во-первых, большое достижение. То есть, чтобы расположить такого ребенка к себе, много трудов надо. Специально для ребят совместно с профессиональным педагогом Инна создала книгу из фетра для развития мелкой моторики. Сейчас девушка трудится над созданием следующих томов. «Если это считать хобби, то это уже хобби считается. Пашив книги был нашим хобби». Подробнее о работе в Норникеле, поддержке семьи и волонтерстве героиня рассказала в новом выпуске Норникель Stories. Ролик уже ждет вас на нашем канале. Ссылка в описании и по подсказке в правом верхнем углу экрана. Приятного просмотра! Сегодня гипроникель – это больше, чем просто научное учреждение. В стенах института проводятся исследовательские, проектные и инжиниринговые работы, разрабатываются стандарты на продукцию цветной металлургии и методы ее контроля. Создаются суперсплавы, обеспечивающие лидерские позиции нашей компании на рынке. Ученые гипроникеля уже изготовили материал, который признан самым качественным в своей области. И это только начало. В планах разработать инновационные технологии для аккумуляторов и батарей. О том, какие задачи стоят перед гипроникелем, как организация справляется с вызовами современности и что ждет институт в будущем, рассказал его генеральный директор Александр Вартома. Мы, конечно, должны смотреть на основную корзину, то есть на те металлы, которых больше и что можно с ними делать. Поэтому возможное применение именно основных, металлов из корзины. Это в нашем фокусе. Ролик уже ждет вас на нашем канале. Ссылка в описании и по подсказке в правом верхнем углу экрана. В Манчегорске прошла спортивная семейная эстафета «Полярная Олимпиада», которая собрала в одном городе 22 команды со всей Мурманской области. Свою ловкость, силу и сплоченность семьи демонстрировали в четырех эстафетах. Гонки на тюбингах, полоса препятствий, челночный бег для лыжников и ловкий хоккеист. Дети и взрослые с интересом проходили испытания на скорость, орудовали клюшкой и практиковали меткость, бросая мечи. Помимо эстафеты, на площадке работала ярмарка, аттракционы и интерактивные зоны, где гости могли попрыгать на батуте, принять участие в соревнованиях по метанию колец и перетягиванию каната. Праздничная атмосфера, спортивный дух и прекрасное настроение подарили заряд позитивной энергии, который надолго останется с участниками Олимпиады. Уже второй год Норникель проводит консультации с представителями коренных малочисленных народов Севера, чтобы обсудить перспективы развития колмозерского проекта. Встречи проходят в поселках Ловозера и Краснощелье, где эксперты информируют местных жителей о готовящихся работах, а также отвечают на их вопросы. В этом году специалисты нашей компании и коренные малочисленные народы Севера обговорили перспективы разработки месторождения лития. Участники получили информацию о проведении геологоразведки, а также о запланированных мощностях переработки и обогащения сырья. Друзья, у вас есть возможность попасть в наш еженедельный дайджест. Оставляйте комментарии под этим видео, лучшие комментарии и их авторы попадут в наш следующий выпуск. А вот и лучшие комментарии под прошлым выпуском. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok